Здравствуйте, дорогие зрители! Вести утро. Карачаево-Черкесия с вами. И сейчас мы узнаем, будет ли ветер перемен. В Карачаево-Черкесии осадки, дождь и мокрый снег, местами сильный, в горах метель. Ветер западный 8-13 метров в секунду, порывы 20-25 метров в секунду. В горных и предгорных районах очень сильный ветер, 30-33 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 2, в горах минус 4, минус 9. Днем плюс 2, плюс 7, и местами минус 4, плюс 1 градус. На дорогах гололедица. В Черкесии мокрый снег и дождь. Ветер западный 8-13 метров в секунду, порывы 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, плюс 2, днем плюс 4, плюс 6 градусов. В Северокавказской гуманитарной академии по поручению главы Республики Рашида Тимрезова, министра образования и науки Инна Кравченко, встретилась с учащимися 9-11 классов, члены семей которых являются участниками СВО. Школьникам подробно рассказали о льготах, которыми они могут воспользоваться при поступлении в высшие и средние профессиональные учебные заведения. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Основная задача данной встречи разъяснить выпускникам из семи участников СВО об особых правах при поступлении в ВУЗы и в колледжи. Встреча проходила на базе Северокавказской государственной академии с участием министра образования и науки Карачаева Черкесии Инной Кравченко, военного комиссара Республики Сергея Белобородова. Также в режиме видеоконференции присутствовали представители учебных заведений региона и районных и городских управлений образования. Рассказали об этих особых правах, потому что внутри даже они разнятся для разных категорий детей. Поскольку наши выпускники сегодня стоят на пороге выборов предметов для сдачи государственной итоговой аттестации, постарались правильно их сориентировать, какие предметы необходимо сдавать. В ходе встречи выпускникам рассказали, что образовательными организациями устанавливается отдельная квота, в рамках которой дети участников специальной военной операции имеют право обучаться по программам бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Поэтому при поступлении необходимо уточнить наличие таких мест. Льгота предоставляется также для героев России и для лиц с тремя орденами мужества. Военный комиссар Республики Сергей Белобородов подчеркнул важность получения специальной справки с комиссариата, что у поступающих дети участников СВО могли подтвердить свой статус. Для тех граждан, которые уже у нас были участниками СВО, ваши родители близкие вернулись домой, у них документы есть на руках. Те, кто проходят действительно еще воинскую службу, имеют незначительные увечья, но они подходят под второй пункт, поэтому надо будет необходимо прибыть в военкомат и запросить справку одну для того, чтобы получить как участника СВО, а второе сказать, что вот у моего родителя было ранение, вы знаете у всех. Военный комиссариат сделает запрос в медицинское учреждение военное, получит оттуда подтверждение и выдаст им тоже необходимый документ, который будет прикладывать потом в приемную комиссию. Участникам СВО и их детям предоставляются такие льготы, как преимущественное правозачисление. Оно используется в конкурсе при разных результатах сдачи ЕГЭ. В свою очередь секретарь приемной комиссии СКГА Фатима Акбаева подробнее рассказала ребятам, по каким программам ведется обучение в Академии, и также напомнила, что с этого года начнет функционировать военный учебный центр имени Героя России Канамата Баташева, который станет площадкой для военной подготовки студентов-очников. Алихан Лепшока, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14.30 вместе с Дарьей Тендит смотрите «Вести». Удачного продолжения дня и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok